Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики, новенькие, кто зашел на наш телеканал. Через 150 метров поверните направо. Вот так. Заезжаем мы в деревню Новое Фалище и хотим здесь посмотреть домик. Хозяйка продает домик. Цена приемлема, райончик такой хорошенький. Так что я думаю, под тачку может быть кому-нибудь и приглянется. Еще раз повторяю, что... Поверните направо. Направо. Вот здесь находится даже дом охотника, табличка стоит. Дом охотника 2, дом охотника 1. Нам нужна улица Советская. Так вот. Мы ищем для себя домик в деревне. И делаем видеообзоры. Так что если кто продает свои дома в деревнях, можете делать видеообзор на свой телефон. И отправлять мне на телеграм, вайбер. А я буду загружать его на канал желтая пресса деревенский. И сами понимаете, кто-то же найдется покупатель, правильно? Вот у нас рубрика из первых рук. Это вот и есть улица Советская, только нам надо номер дома туда в конец. Через 300 метров поверните направо. Люди с ягод едут. Так, надо выключить как-то. Выключили. Так что вот такая вот деревенька, асфальт асфальтированный. Или подъезд асфальтированный асфальт. Здесь вот здание, что здесь было, я не знаю. Сейчас зрители в комментариях напишут. Тут же есть зрители, то есть со старых дорог же люди смотрятся, с районов. О, магазинчик проехали. Уже поздновато. Хороший домик этот, да, такой большой, на три окна впереди. Вот еще здание. Что-то же было здесь. О, проснулся зверек. От Минска, то есть от Слуцка это получается, нет, от старых дорог будем считать. Километров 20-15. Примерно так, 20-15. Ну от Минска будет где-то 140. До Минска область. Не Минска область, а Минск сам. Как-то так. Я так понимаю, что в деревне не знаю, что есть, но на шутаж есть. Сейчас у хозяйки спросим, кто продает домик. Есть жизнь. Есть жизнь. Подсказывает нам водитель. Допустим, не водитель экспедика. Смотри, какая интересная эта. Чик на заранчик. О, может этот продается? Этот можно покупать из-за одних рисунков, да? Ну я не замужем, что мне нельзя? Слушайте, слушайте, я камеру включил. У нас тут произошел маленький конфликт. Ну такой, это не конфликт вообще, можно так сказать. Семейная перепалочка, то есть. Слышали, я сказал водитель. И все, и на этом понеслось. Нет, водитель это моя любимая Полина. Не можем номер 87 дома найти, ребята. О, тут можно и буксануть, наверное. Да, зря мы сюда спустились. Здесь надо все занято уже. Здесь мне нужно все занято. Да, разворачиваться надо. Это вот... Чуды прикалываешься, да? Разворачиваемся. Удачно развернулись. Здесь просто не знаем, как назад выбраться. Очень такой песок, песучий песок. Как на море. Вот этот классный. Это будет 91 такой музей. Где-то здесь, вот смотри. Это место остановки автомагазина номер 2. Деревня Новая Фарича в понедельник и четверг. И там номер телефона, можно заказать продукты питания. Там Ивановна где-то в соседе. Я так слышу, Ивановна! Они, наверное, проехали. Врезалась. Врезалась? Мы не будем снимать бабочку. Да, вот так. Думаешь, тоже да. Вот этот домик. Сейчас придет хозяйка. Здравствуйте. Как вас величать можно? Катерина Григорьевна. Катерина, у меня Олег. Пойдемте посмотрим вашу усадьбу, да? Да. Так. Вид внешний. Не очень такой яркий, но в чрезвычайне нормальная хата. Это какого она года постройки примерно? Я уже была ладненькая, когда ее строили при мне. Но это не моих родителей. Мы их родили новый дом. А это там за кладбищами. Но умер мой брат. И мама не захотела на кладбище глядить. И она свои продала, а купила вот эту вот. А тут жила женщина одна. То есть вы уже ей владеете давно, да? Да. Ну я не очень давно. Родители умерли. Папа когда умер, так я оформил на себя. Ну как дальше оформил. Пойдемте. Документы в порядке, я так понимаю, да? Так я тоже, я папа оформил. Он был ветеран, я бесплатно земли восстановил. Угу. Сколько земли тут у вас получают во владении? Ну я уже глянется на глаз, я бесплатно. Ну что, пойдем в хату сразу глядить, потом в усадьбу, да? Да. Сначала хату глядь. Вот тут она была одна. Хата. И сени были. А мама моя в покой. Слушай, тут в сенях поставила русскую печку. Ага. А где ваша жена, как сезон? Сейчас зайдет. Ой, какая красота! Привет! Сосед, даем картошку. А вот, ну, а тут уже это как сало сделано. А, Коля, положи там, положи. Положи, например, я привожу, выносите, только у вас есть туда как. Что там сосед, помидоры принес? Привет. Здравствуйте. Дошу, привет, лишние будут? Конечно, не будут, покажется. На полгоне я знаю, что не растут. Не, не, покажите урожай нам, похвастайтесь. Не, так я тут сверху таких положил. Николка. Бурых. Хорошие, ну, крупненькие, да? Да, и там где-то. О, бачися. Земля тут точно плодает. Земля хорошая. Красная. О, идите сюда, Олег. Идем, идем. Значит, я хочу рассказать, что. Ну, плюсы сначала ухаживают. Я назову плюсы, а то минусы, так? Значит, вот тут поставили группу ляжанка. Значит, плюс в том, что, ну, все в рабочем состоянии, можно заходить и жить. Я вот этого, если я продавать буду, я этого ничего снимать не буду. Ну, все остается, правильно? Все остается, так. Но, смотрите, я хотела подчеркнуть, что ляжанка очень хорошая. Хороший першник делаю. Ее чуть-чуть протопить, и она уже тепленькая. Можно ложиться и греться. Только, конечно, прочищать надо, почистить надо, и тут вот замазать надо. Вот она уже. А так она в рабочем состоянии. Значит, сухая штукатурка, ДВП на полу. Ну, в общем, просторно. Ну, да, ладненький таки зал получается. Это же посчитаем даже, сколько койек мест стоит, да? Тут раз, два, три. Можно вот тут раньше койка ставила еще четыре. Это тут швейная машина. Можно выбросить четыре. А еще вот пятая койка. Да, проходите, как вас зовут? Полина. Полинка, проходите. Ой, я говорю. Она внешне кажется неприглядной, но довольно просторно тут хватает места. О, вот одна койка, две, три. Три, и там одна, четыре. Можно пятую ставить. Это у меня стираем. Ой, да, верно. Машина. Вот нужно ее набрать. Сюда, туда. Дальше кушать по столям. И это, как только, ну, ДВП гол, а сухая штукатурка и теплая очень вот эта группочка такая. Чуть-чуть протопиться на тепленькой ложанке, но и лежать. Все в рабочем состоянии. Русская печка тоже сравнительно. Мы недавно сделала нормально. Мы шашлыки жарили раньше. Где на печи? Русской печи. Как вы жарили? Как вы? Вот протопим так два кирпича. На кирпич расшотку. И рыбу положим или это самое. Или шашлык положишь. И на этом огне постепенно. Тут еще одна лежанка получается. Ну, и что одна, вот эта кровать можно еще одну, вот. А это русская печка. На печке можно... Ну, там, что получается уже кладовка будет, да? Это кладовка, камора. А вход на второй этаж, где лестница, вот, смотреть крышу, например? А, чертак? Ну, это через камору надо. Ну, ясно. Потом хочу показать, что вам... Пойдемте. Огород. Тихо, а где я сапоги свои сняла? Сапоги, не знаю, где ваши. Вот стоять, наверное. На, вот. Вот, запоги. Пойдемте огород смотреть, усадьбу. А вы раньше, по-моему, давали лягушей строкой и курьер. Курьер выдавали? Да, да, давали. Я иногда так курьер покупаю. Так мы слуцаки молодцы. То значки некие, то встали. Суцаки, мацаки, да, и, как вы говорите, молодцы. А, нет, нечем промышлять трохи. А наших, у наших не очень. Так, значит, это... Это уже сараи пошли. Сарай, так, не пог... Наш, тут погреб, и он... Под виноградом. Винный погреб. Винный погреб. Он сверху уже развалился, а внутри там углубление есть. То есть все. Можно не открывать ничего. Виноград вогреб. О, гляньте, сколько богат. Дарите его, сколько хотите. Ну, веточку можно и сорвать. Как молога вашего? Герман. Вот такое угощение. Пойдите, идите во виноградом. Почему подзапушена? Потому что муж болел и умер. А что я одна? Я одна. Ну, у вас и так еще как бы парадок особый пройти можно. Нет, там уже, пожалуй, забавили сарай. И тут у меня это вот всякий утвар сарай. А тут у меня сарай. Ну, подхоз нужный, лопаты, грабли. Вот я хотела сказать, что у меня и дрова даже есть. О, дрова тут богато. А больше всего дрова, вот старый, вот куратник старый, разводивший, это дрова. Ну, тоже, да, разбирать его надо. Да, разбирать надо. Вот это, просючки были у родителей, тоже уже надо. Стопка была, вот. Видите? Сад, сад большой. На саду только, вот, остается у меня Антоновича. И вот все в этом году не покошено, потому что... Ну, ничего, но урожай же есть, у яблоки. Пожалуйста, вот, хорошие яблоки для детей. Антонович, в этом году, через год, в этом году мало. В общем, газ было много. Но Антоновича это старая. Ну, вот. О, видите, сколько хороших яблок. Целый килограмм. Вот это яблоньки хорошие, зять мой садил. Они сравнительно молодые. Вот это, это. Так, он там грецкий орех. Вот это белый налив, зять посадил. Есть абрикосы. Ну, уже осыпались они такие. Там две черешни у меня. Винограда, он там много кустов насадил. Ежевика он там. Угу. Так, я еще хотела вам показать. Это виноград хороший, но просто... Это уже космонавт. Это осень сладкий. Как сорт называется? Космонавт. Космонавт. Вот здесь, да? Не, ну, это он, его трудно достать, не полезно, я уже не достану. А лучи надо высакать, если что-то не могу. А лучи, вот, дарите, если хотите, вот, гляньте. А лучи хватает. А это ваш маленький огородик. Это мой небольшой горбузик. Ну, без навоза, но каждый год у меня все... Что-то растет. Даже вот горбузы поросли. Даже арбузы. Ну да, мил. А вот это самое. Это сливы. Две черешни очень вкусные. Красная и желтая. Вот они осыпаются уже. Там слива желтая, очень сладкая. Вот это я посоль убираю, картошку... Нормально. Сарай с этой стороны, можно сказать... А бы что. А бы что. Ну, для чего-нибудь еще пригодится. Не, ну, а он, если на кризисе, это... Так он все послушает, для дрова прах. Ну, конечно. Тут вот соседи приезжают в Бавруйске вот. Вот здесь дачка у них, да? Вот они сделали стопки, баньки сделали вот. Ну. У них баня. Очень хорошая. Там даже подписано, что баня. Да, она педагогий. Таня-то любит словарь, она поразресовывает. Ну, там даже банька написано. Она меня приглашала в баню. Молодец. Соседи хорошие. Вот такие открытки я хорошие видю. Снижение дружествует. Ну, с этой стороны видно дом хороший, сами бровны хорошие. На фундаменте еще более-менее стоит. Да. Это калина вот возле, на дване. Калина. Вот. А это очень желтая сина. Ну, божественная вкуса. Только просто что осыпается. Так. Это малина. Малина тут. Малины было много, но это... Косец мой косил в прошлом году. С города наняла. Так он мне почти еще покосил. И что, вас угостит? Да, нормально все виноградико взяли. Яблочек возьмем. Как бы у нас в машине там яблоки есть. Ну, возьмем, конечно, угостимся. Как от таких витаминов да отказываться-то? Не, докладните в этом. Мы сюда пойдем? Вход на сюда. Здесь вход есть. Так, туалет. Туалет на улице. На улице. Свет в доме же есть? Есть. Есть. Сделан хорошо. А что тут у деревни, какие достопримечательности, я имею в виду там? Дом охотника. Дом охотника. Дом рыбака. Дом рыбака. Озеро недалеко. Озеро. Через город Шкулес, хвойник. Это мы у грибы бегаем, а сегодня соседи мои убирали этих лисичек и масяков. Чуть дальше лес старый, там ягод всяких. Крусника, через. То есть все рядом, витамины. На озеро осенью в прошлом году. Только штук было, мы такие ловились на живца. На живца едут всегда и сореваться. Так. Магазин что тут? Автолавка? Нет, автолавка и... А автобус, який в деревню ходит, не? Ходишь, я в одежде сидит, и слышит, я стояла в голову. Вот, даришь его, что ли? Хорошо. Четыре раза в неделю ходишь. Так, ну теперь немаловажно цену знать за вашу усадьбу. Какая цена? Дочка сказала, на куфарбай написала. На куфарбай выставила. Ага. 1200. 1200, чего? Рублей эти? Не, рублей это мало. А чего тогда вы скажите? 1200 чего? Долларов. Долларов, молодцы, белорусы все-таки любят доллары. Не евро же. Ну да, нам евро не надо. Вот такой домик хороший. Что еще хотел спросить? Автобус ходит, это... Минус, конечно, что уже это... Можно поменять окна. Кого, окна? Да, там даже... Ну это на любителя. Да, там даже, во-первых, войны, а там где-то есть еще, по-моему, рамы стоят. Парай. Это... Вишки. Было в прошлом году очень много. Такие. Вишки. Ну тут у вас, да, как бы, таких ягод. Я вам скажу, что не сильно она и запущена, то есть, опокошена. Ну да, покосить, это бог с ним. Травка нормальная. Ну есть, можно пройти к дереву. Я даже не мало косили, а больше у меня уже... Сколько в этом году раз косили? Два. Два раза, мальчис. Я в этом году... Ой, недавно умер муж, я села на одну тенщину. Я просто не в состоянии в итоге глядеть все это. Понятно. С документами все нормально, то есть, да? Нормально. Ну, хоть бы нарвите. Сейчас нарвем, сейчас. Надо же закончить видеосъемку и нарвем. Тут у вас весь сад обтросел. Ой, так что вот, дорогие телезрители, вот такой вот домик. Хороший, деревянный. А вы, я думала, это у вас бизнес такой? Ну, у нас как бы и не бизнес, мы себе домики ищем. У нас есть ютуб-канал «Желтая пресса деревенский». Мы там видео снимаем, обзор деревенских домов, которые продаются. То есть, непосредственно, смотрите, кто-то же находится, покупатель на него. Кому-то интересно деревня. А, так это у вас все-таки бизнес, да? Ну, как это бизнес? Это больше хобби, наверное. Себе же тоже надо что-то купить. На Куфарбаевы есть. На Куфарбаевы есть, да? Вот. А на «Желтой прессе» вы будете сегодня, либо завтра. Желтой не надо, я люблю желтой. Вот так. Все, дорогие телезрители, заканчиваем видеосъемку. Хороший дом. Документы в порядке. 1200 цена начальная. Там как повезет. Все, до свидания.